Когда подавать на списание долгов через банкротство? Можно ли подавать на банкротство, если уже работает пристав? Стоит ли ждать приставов и просрочек? Когда подавать на списание долгов через банкротство? Стоит ли ждать приставов и просрочек. Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт в банкротстве физических лиц, работаю по всей России, также обучая юристов. Задавались ли вы вопросом, а можно ли списать долги через банкротство, если уже работают приставы? А можно ли списать долги через банкротство, если идут суды? А можно ли списать долги через банкротство, если есть просрочки или нет просрочек? Если да, то поставьте лайк этому видео и досмотрите этот выпуск до конца, я отвечу на все эти вопросы. Прежде чем приступлю к теме этого видео, хочу дать рекомендации и разъяснить. Исходя из комментариев, складывается у меня ощущение и мнение, что многим это непонятно. Через банкротство физического лица, через эту процедуру, вы можете списать все имеющиеся долги под ноль. Перед банкротством, перед подачей документов в суд или если на сегодняшний день вам нечем платить кредиты или иные обязательства и вы планируете банкротство, вы перестаете платить. Перестаете платить по всем обязательствам и кредитам. Даже если сюда вам, этому кредитору, есть чем платить, а сюда нечем. Вы перестаете платить и здесь, и здесь. И при завершении процедуры вы освобождаетесь от всех долгов. Кредиты, займы, ЖКХ, налоги, возможно какие-то еще у вас есть долги. Списывается и основной долг, и договорные проценты, и пенни штрафы, и иные финансовые санкции. Давайте начнем с того факта, что если нет просрочек, можно ли подавать на банкротство? Да, можно, предвидя свою несостоятельность, предвидя того, что в ближайшее время вы не сможете платить ваши кредиты и иные долги, вы вправе подать на свое банкротство. И при отсутствии просрочек. Простым языком, если в этом месяце вы всем заплатили, просрочек у вас нет, но вы понимаете, что вы в следующем месяце не сможете платить ваши кредиты и иные обязательства, вы уже можете подавать на банкротство. И закон вам такую возможность дает. Это пункт 2 статьи 213.4 закона о банкротстве. И не имеет значение, какой у вас размер долга, до 500 тысяч рублей или свыше 500 тысяч рублей. Далее разберем вариант, если у вас есть просрочки, когда подавать на банкротство и можно ли подавать на банкротство с просрочками? Конечно, можно. И три месяца просрочек ждать не нужно. Это правило действует для кредитора или уполномоченного органа, это налоговое, если они будут подавать на ваше банкротство. Но если так случилось, у вас уже пошли просрочки более трех месяцев или менее трех месяцев, вы можете подавать на свое банкротство и списывать долги. Но я также хочу заметить, что закон обязывает подать на банкротство гражданина, если у него совокупный размер задолженности свыше 500 тысяч рублей и есть хотя бы одна просрочка. Гражданин обязан подать на банкротство в течение 30 рабочих дней. Однако на практике, на сегодняшний день хочу заметить, что должники, граждане подают на свое банкротство и когда этот срок пропускают. То есть, когда проходит 30 рабочих дней, по каким-то причинам эти граждане не знали о том, что их обязывает сделать закон и подают на банкротство. То есть, если гражданин пропустил этот срок 30 рабочих дней, это не препятствует его банкротству. Про обязанность вы можете посмотреть в пункте 1 статьи 213.4 закона о банкротстве. Простым языком, я рекомендую, чем быстрее, тем лучше, как только у вас пошла просрочка или вы понимаете, что вы не заплатите по вашим кредитам, если у вас совокупный размер задолженности свыше 500 тысяч рублей, чем быстрее, тем лучше подавать на банкротство. Однако, если у вас уже прошел этот срок или прошло даже несколько месяцев с момента того, как вы перестали платить или даже год, это не препятствует вашему банкротству и списанию долгов через эту процедуру. В моей практике было списание долгов с того или иного гражданина и когда гражданин 1 допускал много по времени просрочек или когда гражданин 2 вообще не делал ни одной просрочки и мы возбуждали дело и по итогу этот гражданин освобождался от всех долгов. Далее, можно ли подавать на банкротство, если уже работает пристав? Да, можно и не имеет значения. Пристав только возбудил исполнительное производство или пристав окончил исполнительное производство или у вас идет продажа имущества или с вашего дохода удерживает 50 процентов вашим кредитором. Вы вправе подать на банкротство в любой момент. И да, важно знать, пристав будет продолжать удерживать 50 процентов с вашего дохода, если таковое имеет место быть, до введения процедуры банкротства. По срокам это плюс-минус 2 месяца с момента подачи документов в суд, с момента подачи вами о заявлении о банкротстве в арбитражный суд. После того, как будет введена процедура, пристав окончит исполнительное производство по статье 47 федерального закона об исполнительном производстве. Простым языком, пристав больше никаких действий по удержанию с вас дохода или по продаже имущества или по выезду по месту вашей регистрации для делописи имущества, производить не будет. И да, также знайте, что финансовый управляющий будет уведомлять приставов о том, что в отношении вас введена процедура, не суд. И как правило, этот процесс уведомления не быстрый. Поэтому, если у вас горит окончание исполнительного производства, вы понимаете, что вам это нужно, чтобы не продали имущество или чтобы не было удержаний с вашего дохода, или чтобы пристава не приехали по месту вашей регистрации, опять же, для описи имущества, я рекомендую самостоятельно доехать до пристава, распечатать решение суда. Достаточно быть с моего арбитра его распечатывать, о том, что в отношении вас введена процедура, и пристав при вас окончит все исполнительное производство. Я люблю эту страну, здесь есть правосудие. Пару слов, почему я вам об этом говорю. В моей практике были случаи, когда пристав удерживал с дохода гражданина или с дохода пенсионера денежные средства в размере, допустим, 50 процентов, в том интервале, когда уже была введена процедура, но пристав еще не был уведомлен. И финансовому управляющим приходилось эти деньги возвращать, что может затянуть процедуру. Поэтому, если по вашему делу работают уже приставы и идут удержания или иные какие-то действия и мероприятия, я рекомендую взять под свой контроль окончание исполнительного производства. Чем я могу быть для вас полезна, чем я могу помочь? Но, для начала, если у вас остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментарии под этим видео. А также, если вы хотите получить ответ на свой вопрос в прямом эфире от меня, я провожу каждую среду в 12.00 по Москве прямой эфир на ютубе для своих подписчиков. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Так чем же я могу вам помочь? Во-первых, я провожу процедуру банкротства под ключ до результата по всей России. Успешно работаю своей командой уже пять лет. Поэтому, если вам нужна бесплатная консультация, подходит ли вам банкротство или нет, или же уже нужна помощь в проведении процедуры, контакты в описании или на сайте katriava.ru. Консультация бесплатная для тех, кто еще не в процедуре и не работает с юристами. Во-вторых, я обучаю юристов или повышаю квалификацию действующих банкротных юристов, чтобы вы могли зарабатывать больше на банкротстве физических лиц за счет привлечения клиентов, за счет личного бренда, за счет продажи услуги, за счет сложных дел, помогая людям при этом списать долги. Опять же, подробности под этим видео или на моем сайте katriava.ru. Ну и в-третьих, если вы хотите понять, что такое банкротство, проверить юристов, разобраться в каких-то нюансах, рекомендую вам приобрести мои лекции по самостоятельному банкротству или банкротства от А до Я за 990 рублей. Все ссылки под этим видео. Или на сайте katriava.ru. Далее, можно ли подавать на банкротство, если банк или иной кредитор подали в суд? Да, можно и не имеет значения, в какой стадии находится процесс. Суд вынес решение, идет обжалование или идет рассмотрение дела по существу. Простыми словами, на свое банкротство вы вправе подать в любой момент, как только понимаете, что не можете платить по вашим обязательствам, как только понимаете, что вам тяжело платить или нечем. Опять же, я не рекомендую затягивать ваше банкротство до суда или до приставов. Я рекомендую, если у вас совокупный размер задолженности, опять же, свыше 500 тысяч рублей, подавать на банкротство, как это обязывает вас сделать закон в течение 30 рабочих дней. Однако, если вы затянули до суда, то вы вправе подать на банкротство в любой момент. Хочу подвести итоги. Если вы хотите в действительности по закону полностью обнулиться и списать себе все долги, то вам поможет только банкротство. И я, опять же, не рекомендую ждать просрочек, ждать судов, ждать приставов, если вам есть чем финансировать процедуру и вы подходите под процедуру списания долгов через банкротство. На самом деле, дело о вашем банкротстве можно возбудить и провести до полного освобождения от долгов и с минимальным вашим участием. Благодарю за просмотр этого видео. Еще раз попрошу, если вам было интересно и полезно, поставить лайк, подписаться на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok